Я, если честно, совершенно не берусь чего-либо утверждать в этой истории. Можно ли обрушить купол Рады минометами или нельзя? Пусть военные эксперты разбираются, но вот что очевидно. Вся эта душераздирающая история еще вчера казалась не очень смешным анекдотом про психушку. А вот сегодня она точно тянет на входной билет в европейскую семью народов. Не хватало лишь одной детали. И вот сегодня пазл сложился. Порошенко оформил официальную версию мотива Героя Украины. Рука Москвы. Наша с вами длинная рука. Интересно, что мы с вами пообещали Савченко за взрыв Верховной Рады? Может, домик в Крыму? Ну, подарили же англичане таймшер Скрипалю в Испании. И ведь всего лишь за украденный телефонный справочник. А здесь целый взрыв Рады. Тем временем саммит ЕС в Брюсселе обсуждает сегодня другое безумие. Так называемое дело Скрипаля. Из Брюсселя Константин Панюшкин. На саммит ЕС Тереза Мэй приехала на большом черном мерседесе в сопровождении пешей охраны. В руках у идущего за премьером Тимоти Барроу, бывшего посла Англии в России, ярко-красный дипломат. Такие у британских министров и монарха для материалов государственной важности. Уже через пару минут те же люди перед камерами. Красного дипломата нет. Очевидно то, что внутри не для прессы. Я буду говорить сегодня не только о том, что произошло на улицах Солсбери, но и о российской модели поведения, которая заключается в агрессивных действиях против Европы и ее ближайших соседей. С порога Мэй привычно обвинила Россию в бедах половины континента. Продолжить должна за рабочим ужином участников саммита. Российский вопрос добавили в повестку в последний момент. В первую очередь европейские лидеры собирались говорить совсем на другие темы. Наметившуюся торговую войну Европы и США. Буксующие переговоры по условиям Брекзита. Французский президент Макрон, например, только об этом и говорил с журналистами. Солсбери не стал комментировать. Вероятно, он, как и многие его коллеги, рассчитывает сперва услышать внятные аргументы от Мэй. Вначале мы хотели бы услышать пояснение от премьер-министра Терезы Мэй. Затем, думаю, мы сделаем выводы и отреагируем на ситуацию. Это говорит хорватский премьер. Спустя почти три недели мобилизации всей еврозоны против России, Англия, очевидно, так и не поделилась с соседями информацией. Так что от нападок на нашу страну воздержались главы и Греции, и Австрии. Мы должны выразить нашу солидарность с Британией, но одновременно мы нуждаемся в проведении расследования. Надо ответственно подойти к этому вопросу. Я с нетерпением жду заседания, на котором премьер-министр Тереза Мэй поделится. С нами все имеющиеся у нее информации. Глава Совета Европы Дональд Туск обещал, что санкции против России на этом саммите обсуждать не будут. Но по данным агентства Блумберг, именно их предложит коллегам британский премьер. Мэй надеется, что все страны ЕС вышлют сотрудников российских посольств. По примеру, Великобритании, несмотря на развод с Евросоюзом, рассчитывают на европейскую солидарность. Лидеры ЕС выразят в Великобритании самую сильную поддержку после атаки в Солсбери. Самый сильный политический сигнал, который мы можем дать по Солсбери, это единство, единство и еще раз единство. Ожидается, что после переговоров с английским премьером европейские лидеры подпишут совместное заявление по ситуации в Солсбери. Впрочем, российский вопрос на саммите обсуждается лишь сегодня. Тереза Мэй одним днем в Брюсселе вечером возвращается в Лондон. А завтра европейские лидеры уже без нее поговорят о проблемах ЕС, которые после Брекзита Великобритании не касаются. Константин Панюшкин, Андрей Лесных, Анна Леонтьева, Первый канал, Брюссель.